здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал сантеедаков для евгения макарова значит на просторах интернета попался мне вот такой интересный сайт называется национальный фонд древнерусской ведической культуры сварок значит очень много здесь интересной информации по поводу славян славянских богов вот значит на вот этой вот странице можете найти интересно тут вот описание некоторых богов точнее всех это надо листать или взад или вперед там внизу будут страницы значит на этой странице вот есть сирен семаргал перунов день свято вид то есть можете вы тут посмотреть много священные рощи кому интересно переходите вот по ссылкам возле каждой информации есть источник можете сами все это делать посмотреть есть вот значит интересные картины вот таких художников на славянскую тему очень красивые можете скачать себе на заставку или кому куда надо будет вот такие значит много всяких интересных найдете так ну давайте значит вот они сантии даков когда вышла первая книга славяно-арийских вед сантии веды перуна мало кто поверил в существование самих сантии древнего прообраза современной книги многие ошибочно полагают что письменные источники появились на славянских землях благодаря предшествию греческих просветителей на самом деле это далеко не так обнаружение дарских сантий связано с первым королем румынии карлом первым давайте сразу посмотрим кто такой карл первый причем вот набрал в википедии но нам почему-то не карл а король может быть это одно и то же карл и король так давайте прочитаю король гогенцоллер зигмарингер ген 20 апреля 1839 года король румынии из немецкого католического дома гогенцоллеров зигмарингеров сын князя карла антона знаю конечно не сразу сейчас тут начнет говорить что это те самые гогенцоллеры g2 и так далее но мы не будем об этом сейчас говорить ребята просто я вам как бы скажу вот что раз немцы то нас блин ватниками там и варварами рисовали значит что мы там лаптем щи хлебали то нахрена бы им надо было вот эти вот таблички показывать понимаете да что тут непосредственно к славянам то это все дело и относится вот а вот что нам пишет про румын википедия смотрите как дело обстоит согласно господствующей сегодня в румынии концепции формирование румынского народа участвовали племена населявшие бывшие римские провинции дакию мезию романизированные в период римского владычества а также свободные дакийцы не подвергтесь не подвергшиеся романизации и славяне которые с шестого века начали оказывать влияние на этмогенез местного населения а население однако не сохранилось никаких письменных свидетельств позднеантичных и средневековых ученых подтверждающих эту концепцию ответе ребята они уже тут а говорят что ничего не было ничего не знаем ничего никто не писал ну как же не писал если 1875 году эти самые таблички то найденные елки-палки эти сложные этнические процессы завершились на рубеже первого тысячелетия нашей эры образования восточно восточно романской народности и языка вот такая значит штука тот кто скажет что это значит все подделка все эти санти и даков вот значит я вам обращу сейчас надо внимание ваше их было найдено 400 штук но почему-то 300 куда-то пропали бесследно никто их не видел не слышал а осталось только 100 так ну ладно поехали обнаружение дахских сантий связано с первым королем румынии карлом первым карм первый был этническим германцем и принадлежал к роду гогенцолера сигмарингеров он возглавил два княжества молдавское и мунтянское восточное валахия которые образовали румынское королевство излюбленным местом отдыха карла первого и его семьи был монастырь в одном из живописнейших мест румынии под названием синая этот монастырь был построен в семнадцатом веке на месте средь древнего ведического капище которое существовало на этом месте многие сотни а может быть тысячи лет однажды в 1875 году во время возведения хозяйственной пристройки к монастырю были обнаружены золотые пластины с древними письменами общим числом около 400 которые были сразу переданы королю в начале своего правления карл первый был достаточно беден так как семья ему не помогала дабы пополнить королевскую казну карл принял решение переплавить большую часть золотых пластин и на выручные от продажи золото средства был построен в семнальный дворец для королевской семьи один из самых красивых в европе к счастью карл первый перед тем как расплавить пластины приказал сделать их точную копию на свинце так как это историческое событие является в румынии общеизвестным уже 80 лет не утихают споры о том кому же принадлежит дворец государству румыния или родом гугенсоллеров в настоящее время из 400 санти доступны для изучения порядка ста которые хранятся в различных румынских музеях и спец хранах они не представлены на обозрение посетителя музеев и к ним допускают только научных специалистов с оформлением разрешением по поручению института археология академии наук рф национальный фонд ревнерусской ведической культуры сварок провел архивно-розыскные работы и представитель фонда в румынии виталий уструй по специальному разрешению министерства культуры румынии был допущен ознакомиться с сантиями увидел их и даже держал в руках виталию уструю также были представлены фотографии сантий сделанные в различных хранилищах группой молодых исследователей во главе с аурой питан ведущим лингвистом румынской академии наук эти изображения были переданы институту археологии фонду сварок в ближайшее время самая полная коллекция изображений дарских сантий будет размещена на на сайте фонда ты-ты-ты сварок фонд увидеть на сайте www.dc.trp.ru на этих румынских сайтах представлена очень скудная информация о сантиях и это является отражением позиций официальных научных кругов румынии которые так и не пришли ни к какому внятному заключению по этому вопросу то есть ребята в 1875 году нашли и они до сих пор ломают голову что там сказать про эти сантии создается впечатление что в румынии эта тема сознательно замалчивается и еще есть мнение что остальные 300 сантий нет не утеряны а хранятся в частных коллекциях собирателей древностей и у наследников рода гугенцолеров немногие сохранившиеся золотые оригиналы сантии были подвергнуты анализу в институте ядерных исследований румынии для определения их возраста данные анализа показали что санитам более двух тысяч лет вот значит напрашивается вопрос ребята если они поделка им нельзя верить то почему 300 штук пропало и почему они так не хотят все это дело расследовать исследованные сантии делятся на три категории целиком состоящие из золота правильное сказать что это особый сплав золотом так как чистое золото не может храниться долго состоящие в середине из темного металла и покрытые сверху золотом и более поздние свинцовые пластины на пластинах можно увидеть множество тирак рум а также знаков других древних видов письменности на на некоторых пластинах очевидно был сделан перевод записи с древних языков на более поздний все желающие могут попробовать себя в расшифровке текстов увековеченных на сантиях обоснованные гипотезы можно присылать на электронный адрес такой-то такой-то лучшие исследования будут опубликованы на сайте фонда и отправлены научным специалистам в румынию так что коллега евгений предлагаю тебе посмотреть эти самые сантии может быть ты нам что-нибудь интересное тут найдешь и зачитаешь вот такие вот интересные таблички надеемся и ожидаем с подписчиками и зрителя зрителями твои интересные ролики спасибо за внимание ребята может быть кто-нибудь тоже что-нибудь в этом деле кумекует на расшифровывайте и присылайте ваши письма спасибо за внимание до свидания подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания подписчиками с Eva спасибо Продолжение следует...